Понимаете, они, я говорю, в чем заключается мошенничество, они, взяв деньги, расхитив их, спустя 5 лет, для того, чтобы не возвращать крюзит, для того, чтобы освободить заложенное имущество от обременений, то есть, как бы полностью утят, как бы ответственность, обращаются в суд с иском, а это является одним из элементов мошенничества. Еще раз говорю, здесь мошенничество не в таком классическом его виде, классическом его варианте, а именно, что, например, путем подачи всяких необоснованных исков, затягиваний, понимаете, почему именно наша тема, наша конференция звучит как? Как кредитура обидит в рейдерс? То есть, в данном случае, любой человек, кто дает в долг, и потом начинает требовать своего восстанского долга, можно обидит в рейдерс? Почему именно вчера, после того, как это решение вступило в законную силу, мой доверитель обращается к юристу, который назначает управляющим дологом. Вчера, вот, Леонид Испеку Тарбекович, Центкино, пошли на территорию местного поведения, для чего? Официально показали решение судов, решение судов, что, вот, отказали, то, что он является управляющим дологом, покажите, здорово в каком состоянии, куда уходят деньги? Они каждый день получают с этого арендную плату. Да уходят деньги, почему вы не рассчитываете с кредитором? Возникает вопрос, почему? Отдайте деньги, возвратите деньги, либо передайте залогу. Все, вопрос на этом закрыт. Понимаете? Так, вчера, их не допустили. Вы вышли какие-то непонятные люди, там, какая-то Нархиза Пудайбергенова, Назира Пудайбергенова, она говорит, я, как здесь, в лапе, покажите документы. Вот вы вчера были. Она вам показала документы? Нет. А потому что не может показать, потому что, смотрите, Фишита, участник, Майсиза, участник, находится под стражей в СИЗОВЕ Кремлера. В Турмобеде даже под стражей. В розыске. В Турмобеде, он сын госбарька, он в розыске находится. Кого задержали? Исполняющие обязанности. Исполняющие обязанности. Мы спрашиваем, на основании какого документа вы являетесь здесь? Как вы, на основании чего вы являете свои полномочия? Дайте человеку править залогу, чтобы он пришел и править на месте ли находится залог? Мы можем знать, что в пресс-конференции Агентин-Ардархи эти говорят 5% в городе. Все, хорошо, просто, в общем, диапазон, 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 потому что именно к этому человеку меня особо... Исполняющие, ну, она меня, да, ничего себе... Да, ну, она меня введена в редакции. Но ваше время уходит здесь. Ну, да, я понимаю, да. Я в следующем случае, в данном случае, почему-то, вот, мы хотим, вот, как бы, объяснить, прояснить ситуацию. Что, уважаемые представители средств массовой информации, если вы, допустим, даете какую-то информацию, пожалуйста, будьте объективны. Не только с одной стороны, но и в другую сторону. Да, в другую сторону. С одной стороны, с другой стороны. Да, сейчас я тебе скажу. Более того, да, вот сейчас момент на гос становится. Почему, да? Там, когда мы начали выяснять, вот, в этом мясном павильоне, действует какая-то другая компания, Метап. Метап. Это учредит комзанная компания, зарегистрирована в декабре 2018 года. Учредителями данной компании является, вот, Метап. Вот, официально, это данные, которые можно, в принципе, встретиться, как бы, в интернете, правильно же. Учредителями является у нас, кто здесь, фишинга Сергей Викторович, участник, и Тумабет Вермик Куаныч Векович. Один в розыске, другой находится под стражей. Форма собственности частная. Вот здесь написано, руководитель Молдахадыров Эмиль Джумагазинич. Почему-то его там не было. Теперь, на сегодняшний день, да, вот, эта фирма собирает деньги с торговых мест, с местного павильона, который принадлежит АКИФ. АКИФ, настоящий, вот, тоже это, все тоже можно набрать, как бы, это, с интернета. АКИФ на сегодняшний день имеет более шести с половиной миллионов долларов сомов задолженности по налогам. Вчера этот факт подтвердили? Подвердили. Возникает вопрос, о каком может быть речь о рейдерстве? Мы все действуем в рамках закона. Как, я вам еще скажу, да, вот, обращаюсь, почему именно это вопрос именно о рейдерстве? Пришли два человека. Там стояла, извините меня, целая группа лиц. Как можно сказать, человек захватит это, ну, как, предприятие? Еще раз скажу, я хочу сказать, да, здесь по уголовным делам. Сейчас уголовные дела по обеиму Войсызова, Абдыхарова направлены в суд. В отношении Фищника тоже направляется в суд. По мошенничеству, по легализации, по уклонению от налоговложения. Дело будет рассматриваться, вдруг я знаю, в Гермайский районный суд. По данному делу Кузякин признан потерпевшим. В рамках этого уголовного дела было установлено, что Фищника ранее был судим на территории Российской Федерации за преступление аналогичного содержания, за преступление аналогичного характера. То есть, он также брал деньги для инвестиций, брал огромные суммы, а потом попросту людей, которые... Он там был осужден. Насколько я знаю, там очень такой многомиллионный иск был в этом времени. Поэтому, видите, да, уважаемые представители СМИ, опять же обращайтесь к вам. Прежде чем кого-то обсуждать, пожалуйста, проверять информацию. Мы готовы с любым, вот здесь сколько предстоит СМИ, мы готовы с любым на контакт. Мы будем, как бы, опелиливывать только документально. Потому что это у нас уже не первая, а третья, а четвертая пресс-конференция. Мы уже повторяться не хотим. На каждое наше слово мы всегда как бы подтверждали документально. Поэтому вот сейчас я, как бы, хочу слово предоставить. Денис Мухтарбекович, который вчера как раз таки был на территории, почему его не запустили? И вот как управляющий залог. Общие картинки я вам пояснил. Я думаю, что максимально на пальцах вам все объяснил. В данный момент, еще раз здравствуйте, хочу обратиться. Мы заключили договор с предстоителем управляющей залогом, Эр Ким. И по нашим, так сказать, предварительным, вот общим картинам, Джанаев Тимов сейчас показал. И, исходя из этого, мы решили провести инвентализацию. И кому поступает, и вообще, сохранность залога. Элементарное действие. Здесь никакого противоправного действия с нашей стороны не было. Мы вдвоем заранее, еще предварительно сообщали о их, так сказать, нашем мероприятии теми людям, которые представлялись лже-администрацией АКИФ. В принципе, все наши действия, они законы. И, Эр Ким, вчера вот где-то в 11 часов, придя на мясной павильон, мы на самом деле столкнулись с таким, честно говоря, грунтными нарушениями. И при этом нас же самих еще и обвиняли в рейдерском захвате. Почему? Потому что, понимая специфику базара, примитивность всего, кто там работает, да, вот, извиняюсь, да, вот, но с нами, с нами, я вот, были вот представители Тадар и Азия, это, московский комсомолец, да, они уже выпустили и осветили эти события в таком свете, что два человека могут сделать рейдерский захват, тем более базара. Это чужие. Почему? Потому что нельзя показывать одно, люди, которые являлись хозяинами, они в розыске, вот, пожалуйста, официальные бумаги. Задолженности по налогам, сохранность объекта и поступление денежных средств. Кто собирает? Возможно, третьи лица, какие-то непонятные. Там, например, по Минюсту есть один человек, представляется другой. Для этого и делается, вот, например, сейчас я слово предоставлю управляющим залогом, он объяснит свои действия. Здравствуйте, уважаемые представители средств массовой информации. Меня зовут Веркин Киев. И, как уже сказал представитель Кузикеева, я заключил договор с Кузикеевым просу о назначении меня управляющим залогом. Вчера эти документы были со мной. Есть оригинал договора, и, в принципе, я могу предоставить копию обозрения. Согласно статье 14 Закона Крымской Республики о залоге, залогодержатель может назначить управляющий залогом. И, в соответствии с законом, залогодержатель и управляющий залогом должны уведомить все заинтересованные лица о назначении управляющих залогом. Соответственно, я уведомил уведомлением заинтересованного лица «Акиф», юный адрес, да, вот у нас заказные письма все уже, конечно, есть, да. Все тоже могу для обозрения вам предоставить чуть позже. Турмамбетову Эрмекон Шпиковичу тоже по адресу, Мухаммед Памя Юшизовна, да, тоже. И Шиналива Айнура Кулакова, Кулапехов Кален Бураваевич. То есть все это должно быть. Более того, мы уведомили ГРС о назначении управляющих залогом, уведомили отдела ПАМЭ, да, 200-м, да. Ну, то есть всех заинтересованных лиц мы заранее уведомили. Кто такой Кузякин, да? Так, пожалуйста, мне еще прояснилось. Вот определение у меня на руках международного суда от 30 января 2018 года, где суд определил произвести замену ОАО «Российский имитационный банк» на правоприемника Кузякеева Ростова Джамагатовича. То есть суд признает правоприемником Кузякеева, да, то есть у него есть основания и право назначать управляющих залогом. Основания у него были, так как вы уже озвучили ранее представители, сколько года не выплачиваются, не погашаются, больше года не погашаются кредитные средства, не допускают их, грубо говоря, залогами. Есть информация, что у них есть задолженности по государственным очистениям, то есть залогами. То есть есть основания провести, грубо говоря, инвентаризацию. Функции управляющих залогом, они, как сказать, более-таки ограничены. То есть удостовериться по сохранности залога. Вот и все. Вчера мы пришли на место, да, на местной павильон с представителем Кузякеева. Я представил все свои документы. Доверенность. Вы это все фиксировали, да? Договор один отдал. Я не знаю, по рукам все прошло, потому что там хаотично велась беседа. Один говорит, я директор, второй говорит, я управляющий. То есть там уже арендаторы начали управлять. Управляйте, не поймем, с кем мы разговариваем. А с местным павильоном, арендатором. То есть там каждые сутки представлялся арендаторы. И на мои требования, законные требования, кто здесь руководитель? Потому что, соответственно, я должен разговаривать с руководителем хозяйственной части, да? Кто ведет финансово-хозяйственную деятельность там? Мне никто не представил документы, например, решение назначения директора, может, какой-то приказ. Последний легитимный директор, он сейчас является в розыске, да? Кочебек. Кочебек, который он не видит. Соответственно, здесь у нас идет сомнение, да? Что там ведется нормальная, сохраняясь на деятельности. У меня были большие сомнения, что там, да, всегда может быть само правство больше. Люди, с кем я вел беседу, вроде бы, да, на эмоциях обвиняли меня, когда вы фиксировали арендерском захвате. У меня не было даже документов и оснований для рейдерского захвата. У меня не было решения, что я директор. У меня не было какого-то, не знаю, доверенности, чтобы отобрать. Я пришел просто удостовериться о сохранности залога. Вы же видели, меня даже пламуты и повелезы не пустили. И здесь я, конечно, еще раз хочу подтвердить, что рейдерский захват не соответствует действительности. Я, честно говоря, более-менее такой объективный нарисован здесь, который должен просто произвести, так сказать, учет и инвентаризацию залога. И предоставить обчет залога движения. Вот и все, Марин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...